Внимание друзья, на цыпочках зашел в сад, чтоб меня пока хозяин не услышал, где-то слышу голоса. Мы с вами в уникальном саду, не смотрите на эту голубую ель, что на нее смотреть, ель как ель. Это один из лучших садов плодовых в Сибири, один из лучших. По качеству плодов входит первые 2-3. Принадлежит Чернобаеву Ленину Дмитриевичу. Сразу скажу, еще раз, пока он не слышит, он так стесняется. Вот, выдающийся художник по совместительству и садовод. Стать профессиональным садоводом не захотел, но каждому свое. И сейчас вы увидите, как к нему переехало 80% моих уникальных клонов в виде веточек. Привитый его руками, выращенный его руками. Псад молодой. Вот, по-моему, 10 лет назад еще этого дома не было. Вот, и буду справедливым. Бельфер Китайка. Яблоня Апорт Алматинский. Яблоня Апорт Краво-Красный. От него у меня. Так что мы друг друга стоим. Получилось от меня нашего стола вашему столу. И наоборот. Теперь это два сада дублера. Почему нужны сады дублера? А мало что-то погибнет. Уже такое было. Итак, идем смотреть. Он знает, что я приеду? Вот. Так, как мы пойдем? Знаете, почему я хочу через его гараж пройти? У него здесь каждое лето, конец лета, начало осени, собирается уникальная коллекция. Вот. И все это распускается в погреб, погреб. Я всегда его спрашиваю. Дружище, разве можно это съесть? Кстати, у него обычно то, что вы видите, умножьте на десять, на двадцать. И будет его погреб. Яблоня, груши. Вот. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слышим, кто-то разговаривает. А я сам с собой. Лешка, по-моему, туда ушел. Тихо, сам с собой. Тихо, сам с собой. Ну что, нарядная фима. Как ты сказал, твоя? Красотка. Это красотка. Твоя любимица. Красивая. Я ее больше из-за красоты буду держать. Не то что... Ну и вкусная она. Ну так, золотая медаль в Париже. А это что-то стоит? Вон, видите. Бац. И гребезнет. Давай сюда. Это... Нет. Это для Фатимы. А это, Георгиевна переделывает. А я для Фатимы, да. Фатиме. Фатима. Там полос поставила. Ладно. Вам зонтик поставить здесь? Да нет. Нет, я там холод не буду. Я там не буду вам мешать. Только сейчас помыть и все. Нет. Я вон только сегодня рамы красить буду. Всякую ерунду. Ну что? Слушай, господин Железов. Не желаете ли попробовать золотомитальную ерунду? Товарищ, товарищ Железов. Ты смеешься надо мной? У тебя нету таких. У меня у нас лесная красавица и на одном дереве растет. Вкус... Извинился. Специфический. Дело в том, что я с тобой согласен. Нет. Но ты... Знаешь ты кто? Знаешь ты кто? Яскость вроде так ощутимая. Ты знаешь ты кто? Ты лысинковец. Ну погрызи. Да зачем у меня свои три дерева такие? Да нету у тебя таких. Нет. Получается смотри. Хоть сто его черенка. Получается, что это ты лысинковец. Я на тебе прям на лбу клеймо приобрел. Давай. Ты лысинковец. Потому что влияет, да. У меня по двое меняются под грушами. Даже по двое. Я показывал вчера фильме. И соседи друг на друга влияют. Пойдем это я тебе одну вещь покажу. Пойдем. На твою тему. Но учти все это материться не будем. Съемки идут. Съемка идет. Съемка идет. Так. Сейчас мне просто тяжело будет сразу найти. Так. Мраморная. Да. Ты знаешь. Мраморная. Но. Но. Да где-то. Неужели, Татьяна. Вот, блядь. Я специально держу. Тише. Я же говорил, что съемка идет. Да. Да. Она преобразованная была. Вот это мраморная. Это мраморная. Растет. Одновременно на том дереве, где бере. Бере ранее. Так? Так. Вот. И она какая-то странная сделалась. Такая кругловато цилиндрическая. Он специально держал. Это, наверное, у Летанюха тут поорудовала. Она вечно перебирает. Да, я словам поверю. Ух я-то сам лысин. Но она интересная. Вот такая сделалась. Вот, понимаешь, совершенно овальная. Но, может, это случайно. Какая-нибудь гидродизация. То есть это. Ну. Не знаю, как это назвать. Так. Нет. Вот же шайтан подери. Все. Пошли в сад. Потому что. Пойдем. А эти персики вот они. Снимать. Вот сразу. Пойдем. Пойдем. Я из-за них и приехал. И дальше. Да. Так. Это я туда несу на холод. Да. Это для покины. Ну, в этом году. В этом году хороши. И они. Иди отсюда. Ну, это же привитое дерево. Это привитое. Видишь, оно у меня в горизонтальном состоянии находится. Вот. Пожалуйста. Вот так вот. Видишь? С той стороны как. Вижу, вижу. И смотри, какие крупные. Вижу. Опять же. Вот следующее дерево. Тоже привитое. Слушай, так. Это Хасанский, так? Хасанский. У меня остались одни Хасанские. Одни Хасанские. У меня. Загинается. Ну, они пошли. А, ладно. Так. Детали потом. Идем дальше. Вот. Идем дальше. Вот она. Следующее дерево. Я насчет... На, груши-то поспели. Я хотел отдельную съемку сделать. Но и не сегодня. Я своими грушами людям надоел. Вот тоже привитые, да? Ну, здесь в два раза мельче. Так вот, именно, почему так? Причем, как будто это даже разные сорта. Нет. Вот. А, нет, здесь получше. Здесь их навалом. Нет, тоже мелковатые. По сравнению с тем в два раза мельче. Влежим ветки даже. Чем объяснять это? Не знаю. Вот там дерево. Пошли. Ну, уже поспели большинство. Я их поснимал. Та же самая история. Или то, что где их много. Они мелковатые. Быстрее всего так. Вот, посмотри. Вот оно. Подвешенные, да? Ага. Это же самое. Вот он, селениц. Вот это. Это все селениц. Вот привитые было, но оно доживает. Ну, понятно. А эти. Вот даже зеленые. Возьми сейчас. То есть незерелые. Настолько крупнее. Я вот эту вот часть ободрал. Вот откуда думаешь 80 штук этих. Подожди. Еще раз. Вот это вот. Где она? О, блин. Смотри. Раступил. Раздавили. Бывает. Где она? Еще раз показываю его. Привитые или непривитые? То зеленые. Это непривитые. Зеленые. С непривитого. Вот смотри. Прививка у меня вот. Дерево уже пропадает. Это от корня ниже прививки. Вон пошли. Вон сам царь. Гриб-трутовик. А этот вот. Видишь, она уже не годная. Вижу, вижу. Ну, такие раны страшные. И самый нет в конце. Тоже совершенно непривитые. Давай еще на это глянем, что проходить мимо. Тоже самое. Это у тебя привитые. Значит, тут половину привитые. А почему мелко? А, половина на 50. Вот. Видишь? Привитые, да? Посмотри на шелуху на эту. Вот непривитые. Посмотри, чуть-чуть крупнее. Но. А вот тоже привитые. Но это внизу. Можете из-за тени. И здесь. Вот они тут кабачков понасадила. Они, блин, мучили. Также на одних подпорках. Потому что ломаются ветки даже. Ага. Нормально, да? Нормально. И вот там последние. Нет, ты говорил, урожай плохой. Нормально урожай. Ну, по сравнению с прошлым годом, конечно, хуже. Да, зато мелкие были в прошлом году. И не очень вкусные. Вот. Абсолютно непривитые. Иди вам, снимай. А, вот она. Посмотри, какие бомбочки. Вот. Видишь? Чем меньше, тем они крупнее. Это естественное такое, знаешь, состояние. Что значит, тем меньше? Непривитые. Чем меньше количество этих. А, по количеству. Ну, это, соответственно. Чем меньше. Наука даже требует, чтобы вот висит эти самые, кажут там из десяти цветов девять выщипывать. Ну, для нас это глупость. Когда, допустим, завяжется, тогда можно еще. А так еще цветы щипать. Слушай, дерево не помирает? Почему завяло? Завяло? Вянут, вянут. Вон отломилось. А, вот. Вон отломилось. Вон отломилось. Вон отломилось. Урожай. Урожай страшный. Ты же видишь? Ой-ой-ой. Тяжелющие. Вот. Это же гигант Подмосковья. А вот, видишь, треснуло. Вижу, что гигант. Дело в том, что это их недостаток. Невозможно только урожай сохранить. Это кошмар. Ты посмотри, он наверху. Ну, с той стороны зайди. Ой-ой-ой-ой. Тяжело снимать. Вот у меня здесь 17 подпорок и не спасли. 17 подпорок. Вон она. Вот, смотри. Раз, ветка. Два, там, три. Отломается. Слушай, оно в те годы держало. Что же так-то? Ведь дерево на грани уничтожения. Такого урожая не было. Оно само по себе уже, наверное, хочет сдохнуть. Все жалуются, вообще нет урожая. Твою мать. Посмотри. Тише. Глянь. По-русски говорит. Я по-русски сказал. Видишь? Там макушка еле держится. Тоже вот-вот отломится. Да они же еще крупнейших. Расстроился я. Это же гордость. Гордость наша с тобой. У меня дубликат есть. Вон, и там еще один. На дубликате уже, смотри, урожай есть. Вон он, за персиком, за бочкой. Так. Вон он, малюсенький. А, пойдем полюбуемся, чтоб я успокоился. Четыре дерева на все Сибирь. Это что? Ой. Ё. А сам говоришь по-русски, да? По-русски. Вот они, вот такие они должны быть. Они сейчас в два раза будут крупнее, естественно. Я сейчас. Отключаю съемку. И буду материться. У меня нет. У меня валидол в машине. И сделал несколько фотографий, и я поехал. Честно, у меня такое состояние, что... Часто мне говорят, ой, а что ты скорую не вызываешь? У меня бы уже раз пятьсот пришлось вызывать, если бы. Ага. Вот. Поэтому сейчас заканчиваю съемку. Тебя вот снимем. Сфотографирую вот так вот прямо. Ну, вот так вот. А, хороший. Сфотографируй. Да, да. Делаем так, как моя любимая присказка. Что? Улыбнитесь, вас снимает камера. А, да я всегда улыбаюсь. Да? Почти. Это стандартная фраза. Да. Так, благодарю всех за внимание. Полюбуйтесь еще раз. Я всегда подчеркиваю в конце. Чернобаев Леонид Дмитриевич. Вот. Заслуженный художник. Когда-нибудь его назовут Сибирский Мичурин. Да ладно, Юрий. Не, молчать. Тут ты слова не имеешь. Ты меня моложе. Чего? Я тебе сказал, я апрельский, а ты августовский. Так кто из нас моложе? Ты 51-й год? Я 50-й. Ё-моё. Так ты что, старше меня? Ты у меня пасан. Несколько месяцев. Всё, и выключай, а то люди смеяться будут. Нормально.